Секреты, пасхалки и интересные моменты, о которых вы, возможно, не знали. Друзья, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван. Это мой канал Мистер Кэт! Поехали! Мальчики, девочки, оцените мой гайд. Самый сильный некромант! Вы там найдете очень много секретов. Ссылочка внизу, потом обязательно посмотрите. Ну что, друзья, мы в Скайрим Спешл Эдишн, да и в простом Скайриме, столько много пропускаем! И я сейчас хочу вам показать очень крутую фишку. Смотрите, это локация под названием Обитатель Ранвайнка. Да, с моим гайд не очень все хорошо, но я стараюсь исправляться. И здесь ходят вот такие вот призраки. Иди сюда, мой маленький. Ну их, конечно, жалко. За них немножечко позже. Если вы, друзья, сразу не пойдете на эту ловушку, а пойдете вот сюда и проберетесь до некроманта, как я не буду показывать, сами разберитесь. Так, друзья, теперь слушаем. Слушаем внимательно. Я знаю, ты там, наверху. Иди, возьми сокровище. Правда, но... Как жаль. Этот тоже не пережил падение. Неважно. В любую минуту появится еще один. Офигеть. В то время, как мы зашли в локацию, какой-то бандит или искатель приключений зашел и попался, и разбился. И вы посмотрите, сколько их уже. Я эту фразу никогда не слышал. Потом проверил, думаю, ого! Это ж сколько всего мы могли пропустить, друзья. Сколько всего интересного. Этот гадь-некромант заслужит ужасной смерти. Потому что вот так вот он ловил бандитов, искателей приключений и забирал их души. И мало того, он приказывал охранять его гробницу. Вот эти все охранники, это несчастные. Они даже говорят, извини, извини, мы не хотим. Это все можно прочитать в его дневнике. Но больше всего мне возмутило тот факт, что здесь, друзья, в клетке даже собака есть. Песик. Бедный песик. Какого черта? Гад! Я за песика просто хочу его раскромсать в салончик. Гад. Кстати, в этой локации есть еще секрет на первом уровне. Кто знает, пишите в комментариях. На острове Солцхейм есть вот такой вот краб и зовут его Соленый. И это, друзья, прямая пасхалка The Elder Scrolls 3 Morrowind. Почему? Сейчас я вам покажу. Переносимся в древние свитки 3, друзья. Я возле того места, возле того самого секретного краба. Вот он. Смотрите на карте. Ой, карта мира. А вот сам остров Солцхейм, друзья. В древних свитках 3. Подходим просто грязи краб, но с ним можно общаться. Смотрите. Как я хочу пить. Как я хочу пить. Никто не знает, как я хочу пить. Карера. Привет. Вот. Как насчет сделки? У меня полно всякой дряни. Вот, видишь? Друзья. Вы уже все поняли. У нас всегда, когда что-то соленое, хочется пить. Он тут как бы говорит. И в Скайриме краба назвали соленый. Ну, мне кажется, это 100% отсылка на грязи краба торговца. С ним можно торговать. У него 10 тысяч золота. Чтобы понимали, во всей игре всего один торговец, это грязи краб, который принимает, у которого есть 10 тысяч золота. Вы представляете, есть еще скамп, у него 5 тысяч. А так у всех, во всех торгашах, там 400 или 300 монет. А в этой игре есть вещи, которые стоят 20 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч. И ты такой думаешь, черт, а кому, кому мне это все можно продавать? Хотя, на самом деле, он немножечко имба тут. Да, кто рано о нем знает, такое ворочит, такое зарабатывает. Да, друзья. Также у него есть биография, можете ее прочитать. Ну, это 100%. 100% отсылка на этого крабика. Он считается боссом. Но, друзья, жизни у него очень мало, как самого обыкновенного крабика. Зовут Соленый. И смотрите, что внутри. Гранат, монетки, кружка и ботинки. Что как бы подсказывает нам, да? Потому что в обыкновенных крабах мы такого не находим. Это 100%. Краб Соленый. Это прямая отсылка к грязи крабу торговцу. Очень жалко, что его сюда не добавили. Кстати, есть мод только на Xbox, где его добавили. Смотрится очень шикарно. Так что я немножечко завидую владельцам Xbox. Друзья, квест Темного Братства, где мы должны прикончить Цицерона. В самом начале мы можем найти полный комплект шута. Сапоги, перчатки, головной убор и одежда. Давайте переоденемся. Переоделись и двигаемся дальше. Пройдя дальше, вы могли просто-напросто убить вот этого тролля. Но он уникальный. Оказывается, это удурфрукт. Он был еще в Обливион. Я там его не встречал, потому что я мало играл. Но нифига себе! Если присмотреться, он похож на тролля. Но он другой. Он более страшный. Опасный, вы только посмотрите на него. Ого! Нифига себе! Если не знали, ставьте лайк. Ну что ж, вернемся к Цицерону. Я попался. Я сдаюсь. Сумасшедший. Хранить молчание. А-а-а! Предпочитаешь слушать, да? Конечно, конечно! Слышащий, слышит! Шутка! Смешная шутка! Нашла? Тогда послушай! Не убивай меня! Сохрани жизнь бедному Цицерону! Я напал на шлюху Астритон! А-а-а! Я сделаю это снова! Все! Ради нашей матери! Вернись к этой самозванке! Скажи, что я мертв! Скажи, что я задушен собственными хишками! Ха-ха-ха! Но соври! Да! Соври! Соври! Оставь мне жизнь! И тут как бы дается нам выбор. Или убить Цицерона и забрать его вещи, но... Хм... Стоп! У нас же точно такой же сет, как бы не нужно. Или сохранить ему жизнь. Если мы сохраним его в жизни, он потом становится очень крутым и уникальным компаньоном, друзья. В конце концов, Ситис рассудит нас обоих. Вот так вот. Друзья, напишите, пожалуйста, кто оставлял Цицеронов живых или убивал. Лично я в начале его убивал. Я даже не смотрел на шмотки. Но на самом деле, если вы его убьете... За фразу про котят! Смотри! Пошли! Нет! Иду! Матерь! Гад! У него есть тоже... Сет Цицерона. Но, друзья, он круче, чем наш. Ну, теперь давайте сравним. Шутовская одежда. Цены выгоднее на 12%. Урон одноручным оружием на 12% больнее. Одежда Цицерона. Цены выгоднее на 20%. Атаки одноручным оружием наносят на 20% больше урона. Конечно, Цицерона. Головной убор Цицерона. Скрытность повышается на 35%. Вес 0,5. А здесь тоже вес 0,5. Но скрытность повышается на 30. Конечно же, Цицерона круче. Сапоги. Сапоги Цицерона, носитель движется бесшумно. В принципе, никакой разницы. Но вес. Шутовские сапоги 1 килограмм. А мы знаем. Вы смотрели, наверное, мой гайд. Самый крутой вор. Чем меньше вес у вещи, тем тише она. Это проверено, друзья. Так что сапоги Цицерона тише. Ну, перчатки на самом деле одинаковые. Я не заметил разницу никакую. Просто для сета. А второй сет можно отдать любому, любимому компаньону. И бегать вдвоем, развлекаться. Так, как вы хотите. Между прочим, если вы сразу тут не убьете Цицерона, потом убить его не получится. Он будет бессмертным. Понимаете? И знайте это. Ладненько, друзья. На этом все. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И будьте счастливы, друзья. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok